Ааааа... Кто нибудь есть, кто хочет соблюдать вопросы? Вопросы? Почему-нибудь, любые вопросы, которые у вас есть, о вашей жизни, о вашей внутренней жизни. Учите, хочу спросить, как идти вовнутрь, потому что я понимаю, что какие-то практики, они какой-то опыт произвели, но и какой-то ступор наступил. Она спросила, как идти вовнутрь, потому что она делала много практики, и некоторые из них изменили, но теперь они чувствуют, как она встала, нет прогресса. Какие практики? Хадха-йога, мантра-йога. В принципе, моя жизнь такая, как бы я раньше хотела, но опять же, он чего-то ждет, и не то, что это вчера, но что-то надо же делать, а я ничего не делаю. Она имеет жизнь, которую он хотел раньше, но все равно есть какие-то проблемы, что-то должно быть изменено в своей жизни, что она должна делать, что она должна чувствовать прогрессу, но она не чувствует. У меня есть какие-то эмоции, но не так вот, как радость, что ты рассказываешь, что я просто живу, потому что я рада, что все здоровы, еще что-то. Она видит, что это все время нашло. Она видит, что все это время, но что делать с этим? То есть я думаю, это черная ловка ума, но я из нее не исключительно могу найти выход. Она видит, что это... Дрекл. Да, это тракт в своей голове, но она не могла найти ее по-другому за последние годы. И до этого было нормально? Хорошо? Нет, нет, это было хуже. Это было лучше раньше. Ты сказал, что несколько лет было не очень хорошо. Это означает, что перед этим было вроде как лучше, но... А, ну, что ты читаешь, и как-то там... Лидеры откажут, что это состояние рабочей, да? Оно просто идет, просто жизнь идет. Хорошо все, но как-то нет таких вот... Мы читали, и некоторые люди, которые share their experience about what's going on, and they do practices, and they say, or write about the joy of life, about something... But she just feel that life is just passing, and some... She expects more, let's say, blessed, I don't know how... To open inside some more deepness or something, but this didn't happen. And she started to see just today that... Yes, she can watch the body, she can watch the mind, but what next? Вот! Что-то надо делать! Вот! Что-то надо делать! Вот! Это правильно, радость приходит, когда ты находишься с собой. Сначала энергия находится с вами внутри, но потом, когда она начинает двигаться наружу, это превращается в радость. Сначала ваша энергия должна быть внутри с вами, ум ваш должен быть успокоен, тихий. И потом, когда вы начинаете какие-то делать вещи, энергия начинает течь наружу, и вы превращаетесь в радость. Но это также не так, что вы просто делаете, и вы получаете радость. Это требует времени. Это требует времени, потому что сначала тело ваше должно быть очищено, потом эмоции очищены должны быть. Потом мысли должны быть очищены. Когда эти три вещи очищены, тогда начинает приходить радость. Ты говоришь, что я наблюдаю тело, наблюдаю ум, но что дальше? Ничего дальше. Ты просто должен наблюдать тело, должен наблюдать ум, и результат сам придет. И этот результат будет радость и любовь. Но это не так, что вы делаете, и вы обязательно получите. Но вы должны просто делать и дальше смотреть. Насколько мы имеем внутри темноты. Сколько вы в медитации делаете, сколько у вас внутри мысли, темноты, вся эта темнота будет чиститься. И потом эта темнота становится светом, становится радостью. Мы должны делать просто больше практики. Делаете йогу, хатха-йогу другую. И медитацию тоже делаете. У нас несколько техник и медитации есть, и у них очень сильный эффект. И в этой технике медитации случается и медитация, и йога, и все это случается. Эта техника работает с умом, с телом, с эмоциями. И так постепенно, пока случается ощущение, начинается радость придет. И радость только тогда будет, когда вы всю эту энергию, которую пересмотрите, неосознанность перейдет. Медитация – это трансформация неосознанных мыслей. Когда вы начинаете смотреть ваше ум и тело, вы можете также увидеть свои эмоции. Вы увидите злость, жадность вашей привязки, ревность, стремление обладать. Эти все эмоции там. Эти все эмоции там, и когда вы смотрите их, они начинают трансформироваться. Они начинают трансформироваться в красоту, в способность делиться. Тогда радость приходит. Мы в основном живем в уме все время. Кто-то больше, кто-то меньше. Когда вы начинаете наблюдать свои мысли, свой ум, медленно, постепенно, постепенно уходит эта энергия, и вы перемещаетесь в сердце. И чем больше эта энергия приходит в ваше сердце, она начинает трансформироваться все больше радости и любовь. Вы просто должны больше практиковаться, делать больше медитации, и радость придет. Но нельзя сказать когда. И в один день, однажды это случится, все время будет усложнение. Если вы наблюдаете вашу осознанность очень сильно, радость будет постоянной. Например, если вы хотите сделать большую яму для воды или чего-то. Колодец, да, колодец, вы начинаете копать, у вас там грязь, там глина, камни, потом большие камни идут. Это то же самое внутри нас. Когда мы копаем, там большой камень или маленький камень приходит, мы застреем, но мы застреем долгий, 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 долгий. Когда он был, мы его разламываем и проходим глубже. Потом, после того, как мы прошли все камни, скалы, мы начинаем видеть немножко влажности. Это еще не вода, это еще жижа, которую вы должны тоже выбросить. Его продолжаете, копаете, копаете. И в конце концов, однажды вы получите воду. И в какой-то момент, когда вот тут начинается, вода идет, радость идет. Вовь идет, эта вода, она соединена с океаном. Когда вы копаете колодец, всю воду, которую вы получаете, она соединена с океаном. И тогда, сколько бы вы воды не брали, новая вода приходит. Вы соединяетесь с источником. Вы должны продолжать, сто процентов это случится. Блоки приходят, мы застреем. Мы очень много заблокировали эмоций, злости, оно все застреет в тело. И вот это должно быть очищено. И когда это все будет очищено, только тогда свежая вода начнет поступать. И в тот момент, когда вы получите эту воду, и из источника она никогда не закончится. Вы всегда будете в радости, в любви. Это не немножко покопать. Это нужно продолжать, и продолжать, и продолжать. Вы, это сто процентов, продолжайте верить. Вода там, копайте, копайте, копайте. Просто продолжайте, наблюдайте ваше тело, чувства. И тогда вы увидите, что мусор, это все, блоки выходят, и все это выйдет. Если вы продолжаете разрушать их, разрушать, смотрите, смотрите, и все случится. Это процесс внутреннего путешествия. Люди делают медитации, годы делают, жизнь за жизнью. И в конце концов это случается. Да, здесь некоторые люди делают пять лет, кто-то восемь, десять, где-то двадцать. Кто-то сорок лет, сорок пять лет делают медитацию. Все зависит от вас, насколько вы быстро хотите это очистить. Не останавливайтесь, продолжайте. Не останавливайте свое путешествие, продолжайте, продолжайте. И это сто процентов случится. Однажды ваша, вы реальны, ваша вода, ваше наслаждение, ваш океан начнется, появится. Это наша конечная точка. Молодцы.